Всем привет! Звание Вольго Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня очень красивая душистая тема лаванда. Как правильно посеять лаванду? В принципе, можно и сразу приступить к посеву. Но я сначала хочу ее разрекламировать, потому что многие считают, что лаванда это не для средней полосы. Но, как показала практика, популярность ее вообще не угасает. И в окрестностях Минска появилось уже даже много полей, куда съезжаются в сезон жители города Минска и делают там селфи в разных позах. Поэтому, если растет у кого-то, вырастет и у нас с вами. Для чего нужна лаванда, кроме как для селфи красивого? Ну, во-первых, лаванду можно использовать везде. Начиная от того, что набить подушечку, поставить красивый букетик, сделать композицию какую-то с лавандой. Пекут сейчас торты очень интересные такие. Затем делают лавандовые печенья. Затем она еще обладает различными приятными свойствами. Там способствует приятному сну, мягкому отхождению ко сну. Короче, очень замечательные растения. Ну и снова же, можно посадить ее и на балконе, и в цветнике. Может быть, даже у вас есть такой сад пряноароматических растений. Там она будет занимать свое достойное место. Но при этом надо помнить, что прежде чем привлекать в свой сад, в свои руки, какую-то красивую, уникальную лаванду с необычными крупными цветками, с необычной окраской, я вам рекомендую начать с лаванды узколистной. Лаванда ангустифолия называется по-латыни правильно. Это растение, я считаю, вполне себе надежное. У меня на даче три кустика растут уже порядка 25 лет. С ними практически ничего и не делаю. Единственное, что иногда, конечно, они страдают, потому что им не хватает моего внимания, я так понимаю. И я их потом немножко подстригаю. В сезон, конечно, собираю с них цветочки, букетики миленькие кому-то делаю, или просто себе для аромата. Поэтому растение лаванда узколистная, вполне себе надежная. И простые процедуры помогут вам его вырастить. Лаванды семена, когда-то я уже об этом говорила, наверное, в теме про стратификацию. Семена лаванды обладают очень интересным свойством. Свежесобранные, если вы будете просто так сеять на следующий год, они у вас, я думаю, что не взойдут. Но те, которые полежали лет 5-6, они взойдут без всяких стратификаций и замачиваний. Лаванда удивительно долго сохраняет семена, видимо, за счет своей такой плотной оболочки. Даже семена имеют аромат, потому что их оболочка семенная содержит тоже эфирные масла. И, в принципе, эти эфирные масла, они и не дают прорастать зародышем и пускать свой корешок. Самый простой способ – это, конечно, обычная стратификация. Так, не хочет отлипать, прилипла, сказала, что все, здесь буду жить. Ну ладно, это предварительный посев, но надо же. Ну, пусть пахнет. Обычная стратификация, но это потребует 3-6 недель. В принципе, ничего страшного. Смешали с субстратом каким-нибудь, там, может, это будут опилочки, мох, песочек. Это вы почитаете отдельно. Тут никакого великого таинства совершенно нет. Увлажнили, иногда проветриваете, что у вас там будет чашечка Петри, баночка, пакетик слофановый. Иногда не забывайте проветривать и смотреть, какова там влажность, иначе они у вас там могут… Все-таки на поверхности семян находятся различные бактерии, и может происходить приснивение, либо загнивание. Даже будьте аккуратны, не переувлажняйте. Ну, а так, в целом, ничего такого страшного. Ну и пусть они там и лежат себе в холодильнике 3-6 недель. Иногда пишут про гиберелин. Во-первых, пойди его найди. Потом сделай эту концентрацию раствора. Тут надо быть специалистом, чуть ли не химиком, потому что 100 мл на 1 литр – это очень маленькая концентрация. А зачем вам литр раствора? К тому же он не хранится, вообще никак не хранится, от слова совсем. Вам хотя бы там, ну, и хватило бы 50 мл. Снова же, как рассчитать эту концентрацию? Ну, как ни крути, гиберелин, я считаю, надо отбросить. И простой вариант. Если вы насобирали где-то семян, или, может, у вас стоял букетик, вы можете оттуда потирушить. Вы понимаете, что этому букетику уже года 4. Там наверняка будут семена, даже если сам букетик этот был когда-то в цветущем состоянии. На цветоносе всегда в нижней части уже образуются семена. Ну, в целом, семена, те, которые даже в продаже, я думаю, что у надежных поставщиков семена хорошие и правильные. И поэтому в течение 10-14 дней при температуре 20-22 градуса ваши семена, лаванды, прорастут. Прорастают они и у меня. Вот этим семенам у меня уже порядка 9-10 лет. И я их, по мере необходимости, храню их просто так, при комнатной температуре, и по мере необходимости кого-то угощаю или сама выращиваю именно вот такими семенами и именно вот таким способом, обычным способом посев, но соблюдать температуру и влажность. Лаванда не любит высокой влажности как на стадии прорастания, так и когда мы ее выращиваем в грунте, потому что может происходить загнивание корней, когда во взрослом состоянии, и самих семян. Вода будет мешать и дыханию, и все прочее. То есть обычная влажность. Лучше немножко меньше влаги, чем ее избыток. Если что-то идет не так, то из таких семян сходы в течение 30 дней появится все непременно. Но вот видите, ничего сложного. Либо они лежат в холодильнике, либо мы их посеяли, и все достаточно быстро произошло. В принципе, иногда и помидоры лежат неделю, две, три. Когда сеять? Те, кто занимается промышленным выращиванием лаванды, они могут сеять и круглый год. И можете встретить такое в литературе, что надо посеять с февраля по июнь месяц. Нам нет необходимости сеять в феврале месяце, все равно она в этом году не зацвестет. Во-первых, отнимаете время, отнимаете пространство у себя в помещении. И для того, чтобы лаванда зацвела в следующем году, нам достаточно будет посеять ее где-нибудь в июле-августе месяце. Да, она успеет быстренько прорасти. В июле тепло, в июле светло. Нам не надо подогревать ее там. Иногда кладут еще под посевы такие нагревательные коврики. Тогда температура соблюдается днем и ночью одинаковая, стабильная. И вот, как я уже говорила, через 10-14 дней, вуаля, появляются всходы. Посели. И помним, что, когда бы мы не сели, какой бы срок вы не выбрали, вы можете посеять и в марте, если у вас сейчас есть желание и не терпится вам. Вы можете посеять и в июне даже. Но, как я говорила, лучше всего это будет июль-август. Чтобы был все-таки достаток света, температуру соблюдаем и влажность соблюдаем. После того, как они проросли, снова дождались такого состояния, чтобы можно было с ними манипулировать. Можно было взять с пальцами и распикировать. На стадии уже двух-трех настоящих листочков, которые тоже ароматные, корешки хорошо сформированы. И если посеяны они правильно, семена, то корешки формируются достаточно крепкие. Растения друг друга не теснят, потому что при загущенных посевах и будут и сами растения ослаблены. Поэтому старайтесь сеять изреженно, так чтобы семена находились на определенном расстоянии друг от друга. На определенном это на каком? Может, миллиметра два-три. А можно, если семян мало, и на расстоянии сантиметра, например. Тогда они еще дольше могут постоять, достичь большего возраста. После того, как мы их распикировали, то мы должны понимать, что спустя 3-4 дня, когда они уже зацепятся за почву, корешочки, там уже пойдут свои процессы, они начнут обживать новое пространство, то мы должны температуру снизить, чтобы уже не было 23-24 градуса, а чтобы температура составляла достаточно 18-20 градусов. Тогда растения будут крепче, более кустистые, такие приземистые, не будут вытягиваться. Особенно это касается межсезонья, если мы выращиваем. Если мы пикируем, то пикируем, конечно, в самостоятельные горшочки. Достаточно, чтобы диаметр был сантиметров 7. Ну, это вот примерно, если квадратный горшочек, это вот такой. Можно 5. Если вы сажаете в ящик, то снова на расстоянии 5 сантиметров, это вот столько. Даже если у вас пальчики не такие, как у меня, то все равно по наружной стороне будете мерить. Это будет 5 сантиметров. Шлеп, 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 посадили. В следующий рядок шлеп, шлеп, 5, 5, 5, 5. И посадили в общежитие такое. Там они растут, растут, крепнут, а потом вы сажаете их уже на постоянное место, либо дарите там кому-то. Ну, вот мне кажется, все просто и все понятно. Еще одна мысль меня посетила. А вдруг кто-то уже дружит с лавандой, и у него есть растение. Тогда можно будет хайпануть к какому-нибудь празднику и заняться выгонкой лаванды. Оставьте ее, вкопайте в горшочках в грунт. Пусть она там охладится 15 недель. После этого вы вносите на 6-8 недель в помещение с температурой где-то 18-21 градусов. В зимнее время это вполне себе помещение. Главное, чтобы было освещение хорошее. Если температура будет ниже 12-15 градусов, то срок зацветания ее растянется еще на неделе 3-4. Таким образом, можно сделать выгонку не только тюльпанов, но и добиться выгонки лаванды. И мне кажется, это будет очень удивительно зимою или в марте месяце подарить кому-то цветущий кустик лаванды. Я тоже проводила эксперимент, но так как прошла всего лишь неделя, держала при температуре постоянной и освещении в одном месте. Потом я снова же немножко подержала в холодильнике и поставила на прохладное окно. И просто поставила на окно, но над батареей центрального отопления. Какие у меня получились результаты? Сходов, конечно, я не ждала, но понимать, что с ними происходит, можно понимать. То, что было при постоянном подогреве и освещении, тут, конечно, понеслись кое-какие плесени, грибы пошли расти, но их немного. И когда я так вот посмотрела, то видно, что с тупой стороны появились уже зародышевые корешочки. То есть они пробили стеночку, и их уже там где-то процентов 15. Это когда все было тепло. Но прошло всего дней, то есть я так предполагаю, что через дней 5 здесь уже появятся маленькие побеги. То, что просто стояло на батарее, над батареей на подоконнике, здесь процент чуть меньше, ну, может быть, процентов 5 проклюнулось. Ну, не проклюнулось, еще не появились семидольные листочки, только лопнули покровные чешуйки со стороны зародышевого корешка. Ну, тоже уже радует результат. И то, что я ее... Сначала холод, потом на окно, то это сильно и не повлияло. Я вот посмотрела, мне кажется, даже результат здесь самый такой никчемный. Кое-кто там наклюнулся, может быть, 2%. Поэтому вот семена, которые полежали, они примерно дают одинаковые результаты, что бы ты с ними ни делал. А теперь давайте сеять. У меня есть такая волшебная лопаточка. Это в советских времен такой шкребок для разморозки холодильника. Вот так вот ледик, чтобы там не повредить стеночки. Чем он мне приглянулся? Вы, конечно, можете уже сейчас и не найти такое приспособление, но очень удобно. Когда вы работаете с мелкими семенами, то брать щепотками там и что-то сыпать, как-то вот непонятно, что ты там и сколько сеешь. Вот из пакета там берешь, у вас семян много. Здесь я вижу, сколько у меня семян. И понимаю, что вот на эту площадь мне достаточно будет, чтобы семян сюда попало ну штук так 30. И вот я их примерно так и высыпаю. Они никуда не разбегаются. Так, 10, 20, 30. Потому что можно из пакета так вот, знаете, щедро начать тут сеять от всей души. И потом будут загущенные всходы. Я насыпала порцию, которую я считаю оптимальная для такого объема. Я проливаю, чтобы был заряд влаги в моем горшочке волшебном. Здесь она уже увлажненная, поэтому так. И начинаю сеять. Сею так, постукиваю. Вы можете воспользоваться маленьким кусочком бумажки, если не найдете такого шкребочка волшебного. Достаточно плотного кусочка бумаги, на котором вы сделаете такую складочку, чтобы можно было снова же регулировать посев. И такими движениями высеваете. Лаванду сверху надо присыпать. Можно воспользоваться этим же шкребком. Но семена у нее не такие уж и мелкие. Поэтому я присыплю так, чтобы сверху было миллиметра два. Я уже вижу, сколько это надо мне насыпать. Так как я присыпала, то я могу прижать, чтобы там все это начало уже обволакивать. И пошли всякие процессы хорошие. Сверху снова проливаю, чтобы промок верхний слой. Верхний слой грунта, который мы сеем, он не должен быть сильно переувлажненным, потому что мы не сможем его равномерно распределить. Пусть он будет такой вот слегка даже суховатый, но при этом влажный. Можно присыпать песочком, можно присыпать перлитом, который также будет удерживать влагу. Но не забывайте, что перлит точно так же и высасывает в себя влагу, если недостаточно ее на поверхности. Поэтому иногда можно из пульверизатора побрызгивать. Накрываем чем-нибудь и иногда проветриваем. Ну и все. Ставим этикеточку и ждем, когда появятся наши сходы. Желаю вам получить свои лавандовые поля. Пусть у вас будет лавандовое настроение круглый год. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова